вчера гуляли по набережной компании с детьми там решили взять мороженого на набережной здесь она оказалась в итоге кислым вариации были разные либо они сами его делают и переборщили с лимонной кислотой либо она уже долго лежала и просто скисла ну так как мы ибанитовые оптимисты сразу решили что кисломолочный продукт тоже полезный можете поделается на мацони кто-то кто-то съел кто смог съесть кто-то выпросил не стали возвращаться как-то негативы это хватает не хотелось как-то выяснять отношения как бы вы поступили в этой ситуации как вообще делают люди нормально ну это как-то так спустили на тормозах как такой ситуации поступать непонятно да к тому же так приятно пообщались и она не виновата да ну чё там возвращаться есть что привезли то она и продает мы тоже это понимаем ну если только не сами это не делают поэтому как-то хорошая девушка так полувались поговорили хорошие эмоции пока не попробовали мороженое потом конечно немножко настроение подпортилось особенно у детей но сегодня решил спросить как они готовят почему мороженое получилось кислым вот наш ларёк где мы вчера покупали сейчас просим меня почему так а вы сами мешаете мороженое что-то мы вчера взяли это но кто-то кислая вчера помните мы подходили взяли что-то кислая и таки думал вас вернуться или как думал или она испортилась или вы сами думаю может мешаете там кислоты добавили больше это привозят тогда с учетом всех кислая было и сразу видел что у меня камера и поэтому такая начало я по-русски не понимаю очень плохо очень мало хотя мы вчера нормально общались сразу грузинские по-русски как бы нормально вчера лучше понимала чем сегодня в общем толком выяснить ничего не получилось видимо день был прохладный берут сейчас мало и она видимо лежит кислит продукт тоже тоже сеть взяли здесь мороженое совершенно другое дело вот это мороженое вкусное сладкое обалденно вот это вкусняк я понимаю воненько очень вкусно так что не забываем подписываться на канал на плаву здесь вкусно и весело но я думаю мы правильно поступили что предупредили продавца мороженого о том что оно скисло все-таки это престиж фирмы но конечно к ней претензий нет она просто девочка ламази го го она могла не знать скорее наверняка она и не знала потому что девочки из девочки не такие сладкое не едят фигуру берегут после шести нельзя больше чем уверен что она и не знала о скисше мороженое я думаю мы правильно сделали хорошо прошли по метро сити по торговому центру хорошо прогулялись много народа русскоязычные англоязычные интересно разные речь послушать много появилось батуми людей из индии я вообще умиляюсь их английскому такой прикольный с такой мягкой эль то есть милка не не понимают них мильк мильк понимают такие неприкольно так говорят кстати да они там стояли жена как раз примере примеряла джинсы если это девчонки раз так ну им показалось что кабинок свободных нет я смотрю одна свободная говорю там он кабин из 3 а потом такой думаю смотрю там написано везде рунс правильно я сказал или неправильно насчет кабин как-то примерочная кабинка да я сказал вам кабин не знаю англоязычные подскажите правильно стоял или нет в общем сказал как сказал главное они меня поняли прошли перейдем очную еще комфортно никакого языкового барьера еще будут грузинский выучить мы стараемся не так конечно все быстро но мы стараемся вообще конечно советую если вы даже приехали пусть и ненадолго учите язык более грузинский язык очень интересный и красивый советую самолет аэродром здесь близко поэтому такую картину когда самолет идет на посадку или взлетает часто можно наблюдать батуми инстаграмный город много людей специально съезжается туда к аэропорту именно отснять когда самолет прям над ними приземляется или взлетает это очень здорово красивые кадры получаются чё еще хотят сказать а еще сейчас покажу сейчас покажу забыл похвастаться прикупил себе шапчоночку всего за 5 лари распродажа свою где-то не могу найти еще холода еще есть ушки мерзнут не всегда в кепке походишь вот такая классная штука зацените и напишите в комментариях нормально мне наше неудача с мороженым сподвигло нас снять про уличную еду кубу даре пока украстью один куб даре и лабиану один-один-один отцы пойдем пробовать попробуем уличную еду как раз мы проголодались или у нас удачный день мы получили карточку кибиси банков это реклама не будет мы получили банковскую карточку и отправили нашему другу небольшую посылочку в канаду сходили на почту в общем сегодня удачный опыт и теперь надо бы перекусить взяли и мерительский лабиане посолькой вот а мне куб даре из мясо говядины лактит мяском хорошо пока мне нравится соченько надо было тебе сначала пробуй снимать как-то я не подумал ну что сочно хорошо мне нравится мясо тут прилично и не остро не стесняется сниматься это бомба очень вкусно не зря мы взяли это теперь куб даре это хит теперь это фаворит я буду постоянно брать куб даре сразу собачка пришла конечно фишка в том что всякие эти вкусняшки местные собачки почему-то не кушают так приучили собачьему к собачьему корму что они кушают только собачий корм может быть это будут есть тут мясо есть не буду я откончить меня пробовали же давать мясо и то перебирают и очень редко кто кушает нас они все посажены на этот корм собачий многие приезжие их кормят специально покупают для местные видел нас во двор приезжает одна девчонка на машине прям и кормит собак для собак это как наркотик они подсаживаются то есть мы про уличную еду для собак расскажем рассказали заодно ну не знаю как собачья еда вот это людская еда мне побольше нравится вот так не очень здорово но перчик весь перчик пошел до вначале было это мало перчика сейчас не хочу это начинать мне нравится то на перекус там или на вот бегаешь да как беды ждали у меня конечно жена всегда против говорить я что дома плохо кормят редко когда мы берем уличную еду но иногда так бегаешь бегаешь проголодаешься до дома далеко хочется вы сами видите куски мяса и и сочно приятно кушать вот и для собачки мясо упало как раз значит собачка реально голодная попробую покормить собачка да не иди ко мне иди сюда ты моя хорошая иди 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 давай кушай ух ты мяско вкусненько вот кушает молодец молодец умничка все красава давай если что тебе еще позвожу ну что значит мясо настоящее раз собачки кушают собачки не дураки тем более прикормленные да еще кусочек но она так смотрит не могу я иди иди ай ай умничка ай хорошая ай молочи понравилось тебе красавица умничка моя красотка не смогли ну вот еще кусочек есть будешь молодец ну ребята что-то мы так наелись хорошо что наверное мы все-таки лобиане возьмем с собой наверное можете не сомневаться это вкусно я сейчас не могу по профи потому что мы реально объелись и перебивать вкус кукдари как-то не хочется возьмем лобиане с собой не знаю если будет плохо потом расскажу но я думаю это будет очень вкусно наелись даже собачка наелась и прилегла с нами рядышком наеты и сытые можно идти дальше погнали жаль мы что-то такие были голодные не заснял со стороны не заснял адрес это мы на улице Горгеладзе в общем если где увидите такого цвета ценники значит мы брали там мы действительно остались довольны это очень вкусно очень рекомендую а еще очень приятно Илья подсказала что везде есть лавочки скамеечки беседочки это очень здорово всегда можно ходить со столиками всегда можно присесть перекусить отдохнуть везде во дворах сонтанчики попить можно приятный момент это здорово конечно А на сегодня все братва пишите свои любимые места в Батуми где можно быстро и вкусно перекусить а также что вы предпочитаете заказывать еще я загадал к концу года 10 тысяч подписчиков поэтому не поленитесь нажать кнопочку подписаться под этим видео а также это поможет вам не пропустить мои новые выпуски все всем добра всего самого хорошего пока до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok